Всем привет! С вами Зинулька Гасанова. Сегодня я хочу поднять тему по поводу как можно индюка перечать кряженки, просто кваши и прочее. Естественно новая еда для индюков это очень просто, что-то с чем-то непонятно. Они упорно смотрят, что это такое, пытаются поплевать и тут же отходят и тому подобное и не знают как начинать кушать. Я взяла, я стояла, наблюдала естественно вся жара, что она и так и просто кваша получается кислая. Я думаю, я вас поняла как мне вас накормить. Я взяла, убрала, пошла хапку, нарвала зеленого лука, смешала и пока наблюдала, они вслухлили. Теперь вот смотрите на ваших глазах, вторую пачку открыла, у меня две пачки было дома про кишевого молока. Теперь пожалуйста смотрите, видите как охотно кушают. Во-первых, во-вторых, во время еды нездоровый индюшонок во время еды сразу себя проявляет моментально. Все едят 5-10, а она какая-то вот грустная, ходит лево-право, пытается там что-то тоже поесть, но отходит. У меня недавно был один такой индюшонок белый, я за ним понаблюдала, вроде бы и зоб был пустой, вроде бы, ну все, уже ближе к вечеру. Я думаю, не дай бог. Пошла, взяла метронидозол, четвертая часть таблетки, прям в клюв и отдельно подержу. Водички поставила, корм поставила и отдельно было. И естественно ходила, наблюдала, что, как себя чувствует. Потом пошла смотрю, начинает есть и пить. Я говорю, слава богу. Еще раз повторю, во время еды только вы можете проявить, чувствует себя нормально, простите, чувствует ли себя нормально индюшонок или нет. Давайте вот с осторожностью, смотрите, в небе что-то летают они. Смотрите, что это такое. Вот прямо на ваших глазах, у меня скоро уже этой чашки не станет ничего. Друзья, подписывайтесь на мой канал, возникнут вопросы о содержании, кормлении, уходе любой птицы, кроме страусов и павлинов. Подскажу все. Всем пока.